Добрый вечер, это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. Изменения в схеме движения общественного транспорта анонсируют в городской власти, что стало причиной, когда нам ждать новой схемы движения автобусов. Когда начнется вся перемена именно с них, мы узнаем у председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Дмитрия Логина. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Ваши вопросы мы ждем по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Ну, во-первых, почему начинается с автобусов и в чем смысл новой схемы, будущей схемы? Ну, начинается не только с автобусов, безусловно, будут пересматриваться маршруты всего городского транспорта. А причина одна – на настоящий момент та транспортная система, которая эксплуатируется в городе, она исчерпала свой ресурс. И мы наблюдаем все больше и большее количество жалоб на несоблюдение интервала движения, на отсутствующие вообще на маршруте автобусы, на ненадлежащее содержание этих автобусов техническое состояние, грязь, грубость персонала, зачастую, значит, оскорбление. Значит, все это связано в том числе с низкой эффективностью работы этого транспорта. Не потому, что они медленно ездят, да, мы знаем, что гоняют они, дай бог. Да, есть эти, кто ездит с нарушением правил, это нужно фиксировать. Да, да. Но, тем не менее, значит, это, в общем, борьба не на жизнь, а на смерть, а за выживание. И все они балансируют, я имею в виду, транспортные компании на грани рентабельности. То есть не от хорошей жизни. Это из-за увеличившегося потока пассажирского? Нет, нет, наоборот. Поток пассажирский, он, как правило, остается неизменным. А вот количество маршруток, так называемых, да, там, автобусов в тех местах, где есть пассажиры, оно неуклонно растет. Соответственно, их средняя загрузка уже, в общем, за критической какой-то чертой. То есть долгие годы система не оптимизировалась, получается? Получается, нет. Значит, есть, собственно, две основных принятых в мире логистических системы внутригородских общественного транспорта. Это система множественных маршрутов, так называемая, которая сейчас у нас достигла своего пика развития, наверное, да, и система пересадочных маршрутов. Система множественных маршрутов – это, в двух словах, обязательно должен быть автобус, который довезет вас без пересадок от точки до точки, прямо вот от дома до работы или там еще до куда-то. И, соответственно, такой автобус в идеале должен быть у каждого жителя нашего города, да, что мы понимаем, в принципе, невозможно. С чем мы сейчас и сталкиваемся? У одного микрорайона есть такой автобус, у соседнего микрорайона нет. Значит, если малый пассажиропоток-перевозчик молит нас о том, чтобы мы перевели его в другой район, чтобы он экономику улучшил, начинаются жалобы, когда мы его переводим от тех людей, которых он перестал возить в этом микрорайоне. Да, то есть, ну, на самом деле ситуация абсурдная. Как вы планируете это все разрешить? Есть давно доминирующая в мире концепция, новая, принятая несколько десятилетий назад, называется концепция пересадочных маршрутов. Соответственно, в нашем городе она, мы пытаемся приступить к ее реализации уже несколько лет. Значит, ее обозначил глава города Александр Иванович Яков, значит, глава администрации города, пардон. Значит, он обозначил это как почасовой тариф. То есть, по большому счету, вот это, собственно, суть пересадочной схемы. То есть, есть пересадочные маршруты, которые позволяют гражданину гарантированно за кратчайшее время добраться от точки до точки, но с пересадками. И есть тариф, который позволяет это сделать ему максимально за небольшие деньги. Это почасовой, например, да? То, к чему мы собираемся приступим? Да, да, да. То есть, в разных странах по-разному, в разных городах, ну, некий промежуток времени. То есть, у нас он обозначен как час, но это в любом случае предварительно. Ну, смотрите, а проработаны будут и, получается, вы сказали, и автобусы, и трамваи, и троллейбусы. То есть, все это в единой схеме. А что касается не муниципальных перевозчиков? Они тоже будут в этом участвовать. Тоже в рамках этой системы. Какие сроки? Сроки достаточно жесткие. То есть, к первому июля мы должны обозначить схему, которую мы предлагаем. И до конца года предварительно мы должны это внедрить. Но будет все, естественно, зависеть от технических возможностей, в том числе по разработке и внедрению единого тарифа, пересадочного, налаживанию взаиморасчетов между перевозчиками. Дело непростое. В каждой стране и в каждом городе подходят к этому индивидуально. Мы тоже прорабатываем варианты решения этой проблемы. У нас очень много вопросов приходит. Ну, в частности, вы уже сказали о претензиях пассажиров к интервалу движения маршрута. В частности, о 0,16 говорят. Непонятно, ни время отправления, ни интервал маршрута. Сейчас какая-то информация, соответствующая действительности, появится для пассажиров в рамках вот этой оптимизации? Ну, видите, у нас с каждым перевозчиком заключен контракт. И в этом контракте четко прописаны его обязательства. То есть он должен выставлять определенное количество подвижного состава на маршрут, соблюдать определенный интервал движения. Если это нарушается, мы, в том числе по жалобам граждан, проводим проверки, и очередные, и внеочередные, штрафуем этих перевозчиков, наказываем другими способами. Но мы также понимаем, что сами перевозчики не от хорошей жизни это делают. То есть несоблюдение интервала – это, соответственно, меньшее количество, а меньшее количество – это, соответственно, плохая экономика на маршруте. А плохая экономика возникает из-за того, что вот, собственно, тысяча и один маршрут в городе Екатеринбурге, которые друг у друга пытаются отъесть какие-то вот эти… А получится так, что сейчас вообще какие-то маршруты исчезнут полностью, появятся другие, у третьих довольно кардинально изменится схема движения? Сократиться? Иметься в виду жителей, да? Почему? Я говорю о маршрутах. Маршруты, да, безусловно, будут изменены. То есть мы стараемся сохранить… Нумерация тоже? Мы стараемся сохранить какой-то костяк, как минимум существующий с советского времени, тогда, в общем-то, был научный подход к планированию этому. И на то время множественности практически не было. Были длинные бесприсадочные маршруты, но они были в разумных количествах и дополняли друг друга, а не конкурировали. Соответственно, сейчас все с точностью до наоборот, и мы как основу, по упорчению нашего курирующего ВИЦМРа Генефимовича, мы взяли за основу именно советскую модель. Попытаемся как бы отскочить от нее, да, то есть попробовать оттолкнуться и вот сделать хорошую надстройку на советском неком базе. Но опираясь на современный европейский опыт, я так понимаю. А именно он взят за основу, не только европейский, а вообще мировой. То есть на самом деле есть совершенно шикарная система пересадочная. Понятно, что приходится пересаживаться время от времени, но это неизбежная плата за эффективность этой системы. Тут, к сожалению, мы для того, чтобы, например, вот есть претензии, да, как же будут маломобильные группы пересаживаться, скакать со ступеньки на ступеньку. Сразу хочу упредить, мы, безусловно, идем в сторону низкопольного транспорта, закупаем в том числе к чемпионату мира, и город, безусловно, огромные бонусы приобретает по чемпионату мира, потому что мы получим удобный для маломобильных групп транспорт. Несколько вопросов сразу касается новых маршрутов, пожеланий наших зрителей, но вот в частности до онкоцентра из разных районов города приходят сообщения. Как-то будет рассматриваться вопрос вот в этом направлении? Видите, с онкоцентром ситуация какая? Перевозчик ушел со всех маршрутов, которые обслуживался, и с банкротством фактически. Собственно, это первая ласточка. Мы ожидаем и других подобных событий, именно поэтому мы готовимся к этому за годы. И вот в пожарном, можно сказать, порядке ускоряем работу. И масса вопросов о конкретных маршрутах, которые стали редко ходить, в частности на Черепаново, 57-й, редко ходят. Сложно уехать на работу, сложно дождаться 28-го, на 7-ю горбольницу приходится ждать по часу. Ну и вот примеров масса. То же самое. Вот это первые ласточки того кризиса, который, в общем-то, уже не за горами, и мы должны предупредить его и дать тем же перевозчикам, пусть немножко меньше транспортной работы, но более эффективной транспортной работы, чтобы они имели свою некую прибыль и развивались. Ну, им это должно быть, разумеется. Пишут о также возможных новых остановках, в частности, жителей Академического между Токарей и 6-й больницей. Что, кстати, с остановками? Ведь это тоже, наверное, может потребоваться, новые остановочные комплексы. Да, конечно. Нет, остановочные комплексы отдельно, мы, безусловно, их будем делать современными, красивыми, с информационными табло современными. Будет онлайн-связь, будет отслеживание на маршруте по GPS и ГЛОНАС-навигации. В общем-то, все общепринятые в Европе и во всем мире новинки будут внедряться и у нас. Но для того, чтобы начать это делать, нам, безусловно, нужна эффективная модель бизнеса транспортного в городе. И начинаем именно с этого. То есть мы сделаем это эффективно, мы дальше начнем уже на этой базе развиваться и внедрять. В любом случае, все это, конечно, в рамках большой стратегии власти Екатеринбурга, приоритет тех, кто движется на общественном транспорте. Ну и о пешеходах мы тоже не забываем. Безусловно. Спасибо большое. Это был Дмитрий Логинев, председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга. Благодарю вас. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.